Со свободой слова что будем делать? Ну вот будем думать. Думать полезно, тем более есть над чем. Международная организация «Репортеры без границ» выпустила свой очередной рейтинг свободы слова в мире. Все страны Центральной Азии поднялись на несколько позиций. Казахстан рванул вверх сразу на 33 места. Узбекистан поднялся на 24 позиции. Таджикистан на 10 мест вверх. Кыргызстан поднялся с 79 до 72 и стал лидером в регионе по уровню свободы прессы. И знаете что? Даже Туркменистан поднялся в рейтинге свободы слова на одну позицию. Получается можно порадоваться? Не думаю. В этом видео расскажу как государство манипулирует данными по свободе слова, с помощью других подконтрольных журналистов. С вами блог «Черный ящик, белый шум» и Лена Нечаева. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чего общего между Ютюбом и Гурбангулы Берды Мухамедовым. Свои варианты пока пишите в комментариях. Вернемся к рейтингу свободы слова. Резкий взлет стран Центральной Азии не мог не порадовать. Пресс-службы властей и государственные СМИ с удовольствием сообщили о приятных изменениях и поздравили журналистов. Пресс-секретарь президента Узбекистана в своем телеграм-канале отметил, что страна поднялась со 157-го места на 133-е. И это вау. В связи с этим поздравляю представителей отечественной журналистики, средств массовой информации и медиасферы с этим значимым успехом, ставшим одним из результатов предпринимаемых под руководством президента нашей страны важных шагов для обеспечения свободы слова, формирования средств массовой информации, выражающих общественное мнение в качестве четвертой власти. Сам себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит. О чем в странах Центральной Азии забыли упомянуть? О том, что составители рейтинга изменили методологию, то есть начали считать по-другому. Добавилось пять показателей – политический, экономический, социально-культурный контекст, правовая база и безопасность. Ну и поэтому авторы отчета призвали к сравнению позиций и числа баллов между 2021 и 2022 годами относиться с осторожностью. То есть это как яблоки и апельсины, как Marvel и DC, как Байсалов 2017 и 2022 года. Сравнивать нельзя. Что по Узбекистану на самом деле? Действительно, после прихода к власти президента Мирзиёева говорить там стало можно гораздо больше. Туговато стало блогером. Тюремный срок можно заработать вообще за здрасте. Три года, правда, не заключение, а ограничение свободы получил Миразис Базаров. Блогер критиковал власть, а еще призывал отменить уголовную статью за мужеложество. В конце прошлого года его жестоко избили. Силовики поиском нападавших особо не озаботились, зато для Базарова статью нашли и осудили по делу о клевете. Другой известный в стране блогер, он же имам, сотрудник Центра исламской цивилизации Узбекистана Аброр Мухтор Али, написал, что, цитирую, «Нужно поцеловать руки мужикам, избившим Базарова». Не знаю, что и каким мужикам в итоге целовал блогер имам, это сугубо его половые трудности. Но за оправдание насилия наказывать его, естественно, никто не стал. Видимо, когда-нибудь накажут там, наверху, когда шеф на планерку позовет. Он-то, говорят, за милосердие, а не за кровожадность. Также в прошлом году, это как раз период, который рассматривался в отчете, в Сурхандариинской области Узбекистана арестовали блогера. «Отабек Сатторий» был известен тем, что критиковал местную власть и вскрывал коррупционные схемы. Посадили на 6,5 лет за вымогательство, клевету и оскорбление. Примечательно, что обвинения выдвигались по разным делам за разные публикации, созданные в разное время. Но заявители почему-то объявились все одновременно. Вот тебе и свобода слова. Кыргызстан – страна с сильным гражданским обществом, где обеспечена свобода слова. Кыргызстан продолжает лидировать в рейтингах свободы прессы среди стран региона. Чистая правда. Кыргызстан на 72-й строчке. Это лучший результат по Центральной Азии. Вопрос в другом. Куда упадет в рейтинге страна, когда подсчитают результаты этого года? Только за первые месяцы 2022 года в Кыргызстане три редакции подверглись уголовному преследованию. В марте в Бишкеке задержали директора независимого телеканала Next TV Таалая Душенбиева. Подозревают в возбуждении розни, совершенной публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети интернет, группой лиц по предварительному сговору. До сих пор других подозреваемых по делу нет, а значит непонятно, собственно, с какой группой лиц тогда сговаривался Душенбиев. А человек тем временем под стражей. Свидетель, что вы можете сказать об этом человеке? Все. Замечательно. Подпишитесь вот здесь. Ну что, нам все известно про вас. Лучше сразу сознавайтесь. В конце января прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Пропаганда войны» после того, как портал «Кактус Медиа» перепечатал новости из таджикского издания во время очередного приграничного конфликта. В редакции тогда извинились и публично объяснили, что перепечатали эту новость только ради того, чтобы показать, как там, в Таджикистане, освещают эти события. Но, несмотря на это, независимая СМИ оказалась под преследованием. У здания «Кактуса» проходили митинги, среди участников которых были замечены приближенные президента Садыра Джапарова. Также на подконтрольных администрации президента телеканалах вышли дезинформационные материалы, явно очерняющие издание. Предательская информационную политику сайта «Кактус Медиа» посчитали пользователи соцсетей. А еще многие пользователи соцсетей считают, что нужно сообщать о том, что пошел дождь каждый раз, когда он идет. Или что фотка на машине – это круто. Но это же не попадает в новость ОТРК? Информационный повод, особенно для главного телеканала страны, немного слабоват. Непонятно, какие именно пользователи имелись в виду, сколько их было, и не были ли это фейковые аккаунты. Страна во второй раз за последний год подверглась агрессии с таджикской стороны. Сайт «Кактус Медиа» в этот момент публикует такую новость. Якобы стрельбу начали именно кыргызские военные, что действительности совершенно не соответствует. При этом на госканале не упомянули о том, что это не было утверждением журналистов «Кактуса». Это была перепечатка. И ссылка на источник в статье также была. Журналисты ОТРК не могли этого не знать, если хоть немного изучали вопрос. А какую цель при этом преследовал сайт «Кактус»? Так и не ясно. Не ясно. Потому что образцово-показательный телеканал страны, борющийся с дезинформацией, не дал в эфир позицию второй стороны, то есть самого издания. Хотя она была публично доступна. Единственная цель этой публикации – показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана. Мы глубоко убеждены, что идет в том числе информационная война. И чтобы ей противостоять, нужно четко понимать, какие действия предпринимает вторая сторона в этой войне. В материале была ссылка на источник, чтобы кыргызстанцы четко понимали, что происходит. Почему во время конфликтов важно читать новости с обеих сторон, я рассказывала в предыдущих выпусках. Обязательно посмотрите. Одно из самых громких, по мнению медиасообщества, преследований журналистов – это задержание, обыски и слив компромата на редакцию «Темиров Лайф» и «Болото Темирова» – журналисты-расследователя. Началось все после выхода расследования «Болото» о предполагаемой причастности родственников главы Комитета госбезопасности Кыргызстана Камчебека Ташиева к деятельности государственной нефтяной компании «Кыргызнефтегаз». В офис «Темиров Лайф» пришли силовики, устроили обыск и, как уверяют в редакции, подбросили «Болото» наркотики. Кто ложился? Сомните, куда положили? Какой карман положили? Ну-ка, вспомни. Они даже не помнят. Они даже не помнят, да? А что происходит? Это уже не нормально. И хотя уголовное дело завели по изготовлению наркотиков из офиса «Темиров Лайф» зачем-то забрали все компьютеры. Потом был слив в сеть финансовых документов журналиста, его личных телефонных разговоров. В соцсети слили даже интимное видео сотрудницы «Темиров Лайф» и родителей к этой истории приплели. Кто и зачем это сделал, догадаться нетрудно. Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали. Раньше думали, что мы не на всю голову отморожены. А теперь думают, что на всю. Министерство юстиции нам подсказывает, что владельцем этой фирмы числится Таймурас Ташиев, сын председателя ГКМБ Камчубека Ташиева. И уже весной этого года компания сына Ташиева начинает побеждать тендеры в Джалалабае. Сразу после выхода на канале нового расследования на руководителя «Темиров Лайф» заводят еще два уголовных дела. За подделку документов и незаконное пересечение госграницы. Якобы 14 лет назад «Темиров» незаконно получил паспорт гражданина Кыргызстана, а потом с этим паспортом также незаконно пересекал государственную границу. Камчубек Ташиев, чьи родственники часто фигурируют в видео на канале «Болото», уверяет, что связи между расследованиями и уголовными делами нет. А вот президент Кыргызстана Садыр Джапаров хоть и косвенно, но подтверждает – связь есть. Давления никакого нет. Все пишут в социальных сетях, что пожелают. Есть представители СМИ, которые пытаются уйти от ответственности за свои преступления, а потом кричат, что их арестовывают. Это те, кто проводят журналистские псевдорасследования, дают ложную информацию, дискредитируют людей, вносят смуту в общество. Это нарушение закона. Мы знаем их. Пусть расследуют и раскрывают тех, кто на самом деле проедает народное богатство. Это будет полезно и станет помощью для нас. Если популист и прикидывается расследователем, публикуя ложные обвинения, то другая сторона не будет сидеть сложа руки. А другая сторона и не сидит, штампует уголовные дела. Президент Кыргызстана, который является активным пользователем соцсетей, все же помнят этот шикарный пост в Инстаграм. Так вот, кому как ни Садыру Джапарову знать о том, что в Кыргызстане едва ли не абсолютная свобода слова? Например, от имени официального аккаунта президента Кыргызстана в Фейсбук могут прозвучать слова в адрес дамы «отключить куриные мозги». И ему за это ничего не будет. Это ли не свобода слова? «Вы заняты только местью. Будьте более великодушны и не опускайтесь до мелочных вещей». «Вам следует обогатить ваш ум, нас гуляем. Отключите куриные мозги». Комментарий пользователя под ником Садыр Джапаров позже был удален, ведь свобода слова – это ответственность. Медиаорганизации Кыргызстана тем временем считают, что ситуация со свободой слова имеет тенденцию к ухудшению. Кроме преследований журналистов, есть и законодательные риски. К примеру, общественный Первый канал скоро даже номинально перестанет быть общественным. И станет уже не подпольно, а легально и открыто подчиняться президенту. Закон о национальной телерадиовещательной корпорации парламент Кыргызстана уже принял в третьем чтении. Как это все скажется на рейтинге свободы слова, узнаем в следующем году. А пока просто радуемся, что не летаем с балконов. Помните, в начале видео я обещала вам рассказать, чего общего между Гурбангулы Берды Мухамедовым и Ютьюбом? Они оба не любят слово... Ютьюб, как его слышит, сразу урезает охваты. А в Туркменистане бывший тогда президентом Гурбангулы Берды Мухамедов вообще запретил произносить или печатать это слово государственным СМИ. А других там и нет. И это вполне типичная для Туркменистана история. В рейтинге свободы прессы страна на 177 месте из 180. А в прошлом году был на 178. И это успех. Спасибо Ирану, Эритреи и Северной Корее за то, что оказались чуть хуже. По данным Туркменской инициативы по правам человека, власть тотально контролирует информационные потоки. В Туркменистане нет частных СМИ. Всего один провайдер интернета, который решает, какие сайты оставлять, а какие закрывать. Если есть проблемы с VPN, спросите знакомого Туркмена. У них должен быть большой опыт. Что нового вы узнали из этого видео? Что понравилось, а что не понравилось? Пишите в комментариях. Выкладывайте как на духу. У нас же свобода слова. Только в рамках кодексов и этики, разумеется. И не забудьте поделиться этим видео. С вами была Лена Нечаева. Увидимся.